На некоторое время движение в центре Сергиева Посада в субботу было ограничено. Все для того, чтобы привлечь внимание водителей и пешеходов к проблеме безопасности на дороге. Наш город в этом году был выбран для проведения областной акции, приуроченной ко Всемирному Дню Памяти Жертв ДТП. Основная проблема – это, конечно, погибшие в дороже транспортных происшествиях. И задача сегодня – привлечь внимание к этой проблеме и, конечно же, снизить количество пострадавших в дороже транспортных происшествиях. Сегодня мы на эту акцию привлекли много общественных формирований, для того, чтобы было побольше уделено внимания безопасности и, соответственно, пропаганде, именно пропаганде поведения на дорогах, безопасного поведения на дорогах и, в первую очередь, наших детишек, которые сегодня уже пошли после каникул в школы. В нашем клубе в этом году человек погиб, разбился на мотоцикле, разбился совершенно не по своей вине, глупая и нелепая смерть. В общем-то, на встречу выехала девушка на машине и человека не стало. В Московской области очень страшная цифра. Это с начала года полторы тысячи погибших, из них 27 погибших детей. Это целый школьный класс. Давайте задумаемся, как бы, что бы ни делало правительство Московской области, сотрудники посадки инспекции, но мы знаем, что дорожно-транспортные происшествия 80% происходит по вине самих водителей. В этот немного грустный, печальный день, да, мы вспоминаем всех, кто погиб, но мы понимаем, что мы ответственны за тех, кто сегодня выходит как пешеход на дорогу, мы ответственны за тех, кто садится за руль, мы ответственны за то, чтобы воспитывать, в первую очередь, в себе и в других, чувство ответственности, дисциплины, восприятие правил дорожного движения как правил, которые необходимы для жизни. Памятная акция началась на Советской площади перед зданием администрации. По официальным подсчетам, она собрала около полутысячи человек из разных районов Подмосковья. За 10 месяцев в Курсском муниципальном районе погибло 14 человек, в том году 18. У нас на муниципальных дорогах было два очка аварийности, сейчас они ликвидированы. Как гласит печальная статистика, только в этом году на дорогах Московской области погибли полторы тысячи человек. 19 тысяч жителей унесла дорога в этом году, 30 из них в Сергеем-Пасадском районе. Да, 30 – это почти в два раза меньше, чем в прошлом году. И в результате этого, в результате такого сокращения, конечно, и хорошая работа ЛИБДД, конечно, и работа, и результаты тех программ, которые сегодня мы реализуем на территории района по повышению безопасности дорожного движения. Но 30 жизней все равно у нас нет, и это ровно в 30 раз больше, чем должно быть. В конце митинга участники выпустили в небо белые шары, символизирующие души погибших на дорогах людей. После колонны, впереди которой два эвакуатора с машинами, побывавшими в ДТП, еще одно напоминание о необходимости соблюдения правил дорожного движения и о взаимном уважении его участников, двинулось по проспекту Красной Армии к Троице-Сергиевой лавре. Там, в Успенском соборе, прошел поминальный молебен в память о погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Шарический фактор. Потому что, да, правильно сказали, кто-то нарушает правила дорожного движения, не соблюдает их, соответственно, после этого получаются вот такие трагические последствия. В большинстве случаев, еще раз говорю, это практически во всех дорожно-транспортных происшествиях виноваты именно люди, как пассажиры, так и водители. Мне хочется призвать всех участников дорожного движения соблюдать правила дорожного движения, потому что именно в наших силах снизить смертность на дорогах. Наталья Артемова, Наталья Зайцева, Феликс Дорохов. День города.